всем привет мы приехали опять в магазин и на этот раз уже будем покупать диван так что сейчас посмотрим какой будем выбирать витя ищет материал какой где сидим на диване короче вот мы короче думаю вот этот так вот этот вот этот вот этот вот этот вот этот вот этот а в каком цвете диван у нас будет из этих цветов увидите феврале да или в этом сейчас короче будем смотреть и эта ткань она вся хорошая очень квалитетная да у нее смотрите износа стойкость 100 тысяч если наш диван который сейчас у нас стоит примерно ткани вот такая Вот такая вот ткань была, которая сейчас в зале у нас стоит. Эта ткань со стойкостью 45 тысяч, видите? То вот эта ткань у нас, по идее, 100 тысяч, да? Представляете, какая-то хорошая ткань. Но это вот, видите, она такая вот, велюр, не велюр. Ну, короче, я не знаю, в тканях я сильная, не сильна, поэтому помню еще с детства, что говорили, велюровая что-то. Вот похоже, да? Мы сейчас сидим на диване, сейчас я вам покажу. Этот фасон мы будем у дивана брать. Немножко он будет видоизменен, конечно. Увидите уже его в феврале. Так что диван мы свой нашли. А вот в каком цвете он будет, ребят, это уже покажем дома. Ну, сейчас сидим мы вот на таком расцветке, сейчас покажу. Тут у нас Марсель играет, расположился. Это вот такой стоит сундучок с тканями со всеми, да? Это можно такой же заказать, видите, в другом расцветке. В общем, вот этот диван мы выбрали. Единственное, что по-нашему это атаман. Я знаю, что по-русски это атамана, по-моему, да? Его не будет. Будет здесь такая же ширина, как и на той стороне, да? Вот. Видите, помогает мне. А, он уже падает, да? Но он же две, два положения или нет, одно? Почему два? Одно, да? Каждый щелчок это положение, вот. А, раз, два. Три. Четыре. Пять. Шесть положений, в общем. Видите, видите, больше знает, чем я. Ну и вот, короче, в таком он будет. Цвет пока еще сейчас не могу вам сказать. Сами еще не уверены. И здесь есть такая функция, смотрите. Так, он подключен, подключен, видите, да? Выезжает. И, в принципе, как спать, довольно-таки хватает места. У нас другой диван полностью раскладывается. На 20 сантиметров, короче, выходит. А другой диван у нас раскладывается, и у него есть место, где можно складывать подушки, одеяло и так далее, и тому подобное. Поэтому в зал диван мы больше не хотим с функцией кровати. Вот, сейчас покажу вам этот же диван, только где кожа. Тоже расцветка очень довольно-таки приятная. Вот он стоит. Смотрите, все то же самое практически, только в кожаном варианте, да? Ну, как кожаную. Тоже неплохое, очень мягкая кожа, но кожу мы не хотим. Так же система выдвигается. Ну, все точно так же. Вот. В кожаном варианте стоит он, сейчас, в данный момент, 2,699. Вот как он сейчас стоит. Видите, тоже кнопочки. Работает, нет? Потому что некоторые не подключены. Дох. Подключен. Так же заезжает. Что хорошо, когда он выезжает, смотрите, не в зависимости, какой у вас высоты ковер, он не будет цеплять, он не выезжает на колесиках, просто он над весом, получается, висит. Ребят, вот объясню, почему мы не хотели вот такие модели. Видите, подушечки тоже поднимаются, ну, то есть задники, да, где облокачивается спина. Она, смотрите, она раз ложится, когда она лежит, ткань натянутая, очень смотрится хорошо. Но, если поднять подголовник, подголовник, в общем, под спину, под спину, то, смотрите, образуется складка. Вот видите, вот это вот. И вот это нам не нравится. Поэтому вот эту модель диванов мы не рассматривали. Вот такую с подъемниками. Марсель, ты меня напугал. Ну, и вот, да, они приподнимаются, все, но, во-первых, ткань мы такую сразу не хотели, и, во-вторых, вот, я говорю, лежат подголовники, ничего. Да? Тебе нравится такое? А мне нет. И вот на этом ткани не так сильно видно, а вот на другом сейчас вам покажу. Пойдем покажем вот здесь вот. Вот, смотрите, диван, который посветлее, допустим, ткань, видать, намного сильнее. Вот. Ну, во-первых, у нее и, смотрите, 50 тысяч. Мерить зачем? Не надо мерить. Смотрите, вот видите, если я вот хочу вот так, подождите, смотрите, что получается. Ткань очень сильно собирается складками. Не Вите, не мне, ну, нам, по крайней мере, вот это вот не нравится. Выглядит неаккуратно. Ну, привыкли мы, чтобы все натянуто было. И вот поэтому, ну, и материал, соответственно, выбирали. Кавалитетный, да? А у этих вот материал не очень так сильно. Больше тебе этот нравится диван? Мне нет. Папе тоже. На другом ты тоже сказал, что тебе удобно. Ну, иди посмотри наш, который мы выбрали. Смотрите, как красиво сверху, если смотреть, да? Люди, как, знаете, как эти муравьи бегают, подготавливаются к Рождеству. Все так красиво. Все, мы определились. Мы с диваном определились. Сейчас ждем, подойдет еще женщина, мы с ней еще переговорим. Какие нюансы нам нравятся, какие не нравятся. Все размеры. Диван у нас будет 3х3. Так что места в зале практически не будет. Но очень удобно на нем сидеть. Если серьезно, то вообще классно. Ну, что, пока Витя будет, наверное, все это просчитывать, смотреть. Я пойду вниз, посмотрю, что интересного есть в посуде и в новогодних игрушках на елку. А мы с вами поедем на лифту. Сейчас покатаемся на самый низ. Красиво, правда? Этот магазин вы уже видели. Самый первый мы сюда приезжали. Все-таки мы сюда вернулись за диваном. Я спустилась, нашла вот такие полотенчики. Вот такие я бы хотела на кухню. Ну, смотрите, цена их у меня прям 4,95, одно полотенчико. Да вы что, люди. Ну, она квалитетная, конечно. Хорошая. Соушки. Люблю соушек. Хорошие. Ну, вот рыбка тоже есть, но мне как-то она не очень. Это рыбка. А вот соушки прям приятно. Я уже шарики прикупила. Сушилку. Надо. Мои уже износились. А сейчас акция в 20 с лишним шарики. Ну, и, конечно, куда может Валю еще нести? Это все, что где блестит. Все, что где блестит. Все, что интересненькое. Как хорошо гулять без детей. Это просто прелесть. А что это такое вообще? Это за этот сок с лимона выжимать. Кошмар 62 евро. И как? Ну, такого я еще не видела, конечно. Ну, да. Я не так часто по магазинам такими езжу. Вот это интересная штучка. Она, по-моему, раскладывается. Это для горячего подставки. Ой, удобно. Но она удобно-удобно, конечно. Как практично ее хранить где-то, да? Ну, смотрите, цена ее. Совсем неудобная. 14,95. Вот. Так что вот так и гуляю, ребят. Все, конечно, интересное, но дорогое. Вот тоже, смотрите, какие, да, тарелки. Сейчас акция 4,99. 6,45 они стоили. Я вот думаю, может взять две под салаты. Знаете, мне нужны вот такие ровные поверхности на стол, чтобы салат переворачивать. Упаковать его сначала в контейнер, форму, а потом перевернуть его. Вот он на такой тарелочке красивый был, да? Вот что скажете? Вам понравились такие тарелочки? Я вот стою и раздумываю, надо, а мне нет. Такие еще пингвинчики понравились. Он такой хорошенький. И цена его 14,99. Он легкий-легкий. Я уже на декор смотрю. Ну, не такие точно. Такой лапочка вообще. Какие совушки. 29,99. Две совушки. Красиво очень. И шарики. А елка уже красивая. Это у меня вот пакетик все с шариками. Только для сушилки. А вам нравятся камины? Ну, конечно, камин настоящий не сравнишь, но все равно. Смотрите, какое искусство. И не дешевое. А мы выкидываем все пеньки. Марсель прав, что дерево собирает летом. Без комментариев. Все из дерева. Как в лес попало. Серьезно. И даже вот под вино. Под вино мне очень нравится. Красиво, да? Все в зеркалах. Красиво так, конечно. А я, как ворона, люблю все, что блестит. Вот это мне привлекло внимание. Смотрите. Здорово, да? Сейчас недорого. 189. Ну, я считаю, недорого для такой массивной. Будды. Вот это тоже оригинально, да? Поделюсь немножко с вами. Ой, это вообще прелесть, ребята. Ку-ку. Классно, правда? Здоровски. Да, ты что сделаешь? Мандарины чистишь. Мандарины чистишь? Мяско съел? Ну, мяско так. Папа гладал, картошку съел, мяско оставил. Брызгает? Я вам насосу. Я ему сказала, когда чистишь, сильно прям к носу не подноси, потому что брызнет. А он теперь, когда чистит, глаза закрывает. Говорит, можешь мне кусочек этого? Держи эти вещи немножко. Подержи, ну, подержи хорошо. У меня же ногти, да? Давай другой. Вот я ему просто дырочку там подделаю, и он потом их дальше чистит. Любишь мандарины? Да. Да? Ну, давай, кушай. Так, повязла, по-моему, я в этой коробке сегодня надолго. Начинаю все доставать. Это только первая коробка. Пока Марсель кушает свои мандаринки, я тут уже увлекаюсь коробкой с новогодним украшением, декором. Ах, мне аж страшно. Это все нужно развешивать, расставлять. И это только первая коробка. Ну, ладно. Их у меня, ну, вот такая одна большая, и еще несколько средних. Ну, вот скажите мне, я умная, нет? Сначала все я на стул начала выкладывать, а теперь, ну, вытаскивая из коробки, да? А теперь я нашла вот такую вот скатерть новогоднюю. И теперь придется мне со стола это все сейчас убрать и постелить скатерть, потому что она немножко помята, чтобы она уже разлеживалась, да? Теперь по щучьему велению, по моему хотению. Раз. Смотрите. Вуаля, стол готов. Короче, стол я застелила. Стульчики тоже мы уже одели, чехлы. Сейчас, ну, это свеча пока постоит, я ее потом тоже уберу. Пришлось нам сейчас с Марселем унести ту большую коробку. Мы с той достали все, что могли, и принесли еще только две коробки. Унесли мы с Марселем коробки. Это было тени и толкай. Я говорю, берите одно, оно не тяжелое, там все же украшение, но оно легкое. Просто что габаритное, массивное и неудобно нести. Я Марселем говорю, бери за одну сторону, он несет, по ступенькам спотыкается в капюшоне, короче. Вот сейчас только сняла картину с орхидеем и повесила, уже зимний вариант картины. Сейчас немножечко покажу, ну и продолжу здесь рыться. Сейчас покажу, что здесь есть. Это еще не все. У нас еще, по-моему, еще одна такая большая коробка. Ну как большая, не такая, как эта была, но все равно большая. И еще елка, коврик под елку. Короче, очень много-много еще. Дед Мороз, снеговик. Но это все уже потом. Сейчас изначально мне нужно на стол. На стол и на окна, да. Вот на окна у меня не все было. Так что пришлось бежать в подвал. Вот это вообще у нас, вот этот контейнер, он на колесиках, видите. И мы его брали когда-то давным-давным-давно. Он оставил в комнате. Марселя детская кроватка была. И вот он заезжал под детскую кроватку. С таким учетом мы вот брали высоту. Здесь хранились его кубики. Все-все было плотно закрыто крышкой. И под кровать заезжало. А теперь, когда уже давным-давным-давно это стоит в подвале, конечно, это все запылилось. Все покорявилось, уже треснуло там. Ну ладно. Уже вот и здесь сокровищница мира. Так что здесь все, короче, декорации. Что-то запаковано, что-то так лежит. И вот здесь, вот как раз нам нужен этот адвент скранс. Я его поставлю на стол и свечи установлю. Ну и вот тут на окна. Так что сейчас, ребят, приступлю. Уже сам процесс показывать вам не буду, как я это все буду вешать. Но покажу потом до и после. То есть до вы видели квартиру нашу, вы увидите после. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok